Всем большой-большой привет! Меня зовут Лилия и в этом видео мы свяжем с вами вот такую вот игрушечку и заодно еще покажу кое-кого вам в конце этого видео. Из пряжи я буду использовать цвет зеленый, немножечко красного для носа, также мне понадобится для самого костюмчика шапочка, тельца, ручки. Я буду использовать вот такой вот коричневый цвет и для рожек мне надо будет светло-бежевый цвет, вот такой буду использовать и пластиковые глазки. И буду вязать крючком 3,5 миллиметра. Я связала уже ножки и я их вязала 6 столбиков в кольцо амигуруми. Далее следующий ряд я вязала 6 столбиков за заднюю полупетлю и еще один ряд просто за 2 полупетли. Обычно вяжем еще 6 столбиков. Таким образом 3 ряда. Получилась ножка. Обрезала, спрятала хвостики и связала вторую ножку. Сейчас я их буду соединять. Ножки я не наполняю наполнителем, а просто хвостики, которые у меня остались от вязания. Я их поместила в ножку, этого достаточно. Итак, вот вторая ножка. Провязываю я дополнительные 3 столбика. Далее провязываю одну воздушную петельку и присоединяю ножку в вторую. Провязываю один столбик с накидом вот так вот. Дальше провязываю дополнительные, то есть всего 6 столбиков вокруг ножки. Далее провязываю там, где вязалась одна воздушная петля, соединение между ножками. Провязываю один столбик в эту воздушную петельку. И далее провязываю еще по этой ноге. Тут мы уже вначале провязали 3 столбика, то есть пол ножки мы провязали. Сейчас мы заканчиваем провязывать еще 3 столбика. Таким образом, начало следующего ряда у нас будет вот с этой стороны, то есть сбоку. И дальше мы провязываем следующий ряд. Теперь нам нужно увеличить туловище и мы будем провязывать в каждый столбик по прибавочке. И вот тут между ножками у нас тоже одна воздушная петля, в которую мы провязываем тоже прибавку. Итак, я провязала один ряд с прибавками. Получилось в конце ряда 28 столбиков. То есть, если у нас на каждой ножке было 6 столбиков и между ножками у нас еще одна воздушная петля, которую мы провязали и с одной и с другой стороны. В нее прибавки, то есть получилось всего 28. Я надеюсь, что у вас тоже. Дальше мы будем вязать 6 рядов, просто поднимая тельцем и оставаясь на 28 столбиках. Итак, 6 рядов провязаны. Далее мы вяжем ряд с убавками и мы будем его вязать таким образом 2 столбика. И 3 и 4 мы убавляем. Делаю невидимую убавку, провязывая за передние полупетли. И таким образом мы делаем всего 7 убавочек по этому ряду. После этого ряда убавок у нас получилось 21 воздушная петля. И далее мы провяжем еще один ряд с убавками. И будем вязать теперь 1 столбик и убавка. И повторим это 7 раз по кругу. Получилось 14 ряд. Получилось 14 столбиков по кругу. И сейчас мы провяжем 1 ряд, просто 14 столбиков без убавок. Туловище готово. И сейчас мы его наполним синтепоном. Вот так выглядит тельце. Я обрезала ниточку и не оставляла кончик для сшивания, так как мы будем вязать голову и оставим там кончик. То есть тельце выглядит вот так. И с передней стороны, и с задней. Если вам нужно описание, вот пожалуйста, смотрите. Ноги, как я говорила, 6 столбиков. Кольцо амигуруми, я его обозначаю вот таким вот образом. Дальше второй ряд мы вяжем за заднюю полупетлю. Я обозначаю это вот таким вот образом. 2 полупетли и черное. Это значит я вяжу заднюю полупетлю. 6 крестиков это 6 столбиков. Третий ряд это тоже 6 столбиков. Далее мы вяжем вторую ножку. И далее мы уже начинаем формировать туловище. Вяжем от второй ножки 3 столбика. Далее 1 воздушную петлю. 6 столбиков по первой ножке. Я тут написала вторая нога. Но на самом деле это первая нога. Имеется ввиду ту, которую мы присоединяем к вязанию. Далее мы вяжем 1 столбик воздушную петлю между ножками. 3 столбика по второй ножке, которую мы начали вязать. Всего 13 столбиков получается. Пятый ряд у нас все прибавки. Но так как мы в одну воздушную петлю с одного бока еще не провязали в тот момент столбик. Поэтому у нас получается из предыдущего ряда 13 столбиков 28 столбиков. Когда вы будете вязать, вам будет это более понятно. 6 по 11 ряд 6 всего рядов по 28 столбиков. 12 ряд у нас 2 столбика убавка. Всего 7 повторений. Получается 21 столбик. 13 ряд 1 столбик и убавка. 7 повторений 14 столбиков. И 14 ряд 14 столбиков вокруг. Описание ножек и толща. Голову мы приступаем вязать с салатовой пряжей. И набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 6, затянули. Второй ряд мы делаем прибавку в каждый столбик. 1, 2. И таким образом по кругу всего 6 прибавок. В конце второго ряда у нас 12 столбиков. Отмечаю начало третьего ряда хвостиком. И далее мы вяжем 1 столбик во второй столбик прибавка. Стандартное прибавление по вязанию по спирали. Третий ряд 1 столбик во второй прибавка. Таким образом мы делаем по всему ряду 1 столбик прибавка. И получаются у нас 18 столбиков в конце ряда. Следующий четвертый ряд мы вяжем в первый столбик 1 столбик. Во второй столбик 1 столбик. И в третий столбик у нас прибавка. И вот это повторение мы делаем вокруг ряда. И получаем в конце ряда 24 столбика без накида. Следующий ряд мы провязываем в каждый четвертый столбик прибавку. То есть 3 столбика мы вяжем одиночные. И в четвертый мы провязываем прибавку. Работаем так по кругу. В конце ряда 30 столбиков без накида получается. Деталька выглядит сейчас вот таким вот образом. Вот ее схемка. У нас сейчас вокруг детальки 30 столбиков без накида. Далее я хочу провязать носик. Я перешла на крючок. Более тонкий крючок. Это 2.75. Беру красную пряжу. И хочу присоединить ее по центру. Вот тут между первым и вторым рядом присоединяю. Вот таким вот образом подхватываем ряд и присоединяю. Хвостик можно сразу вытащить наизнанку. И провязываю вокруг рядом. 1, 2, 3. И соединяю соединительным столбиком. Делаю одну воздушную петлю подъема и поворачиваю вязание в другую сторону, чтобы вязать лицевой гладью. Далее провязываю 1 столбик во 2 прибавку. 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 Заканчиваем ряд соединительным столбиком. И далее делаем убавки. Каждые 2 столбика убавляем по кругу. Провязывая невидимые убавки. По кругу всего 3 убавки. Обрезаем нитку. Обрезали нитку. Вытаскиваем петельку. Освобождаем ее. И помещаем ее на иголочку. Далее мы подхватываем следующий столбик. И в центр носика. Таким вот образом формируя носик. Еще раз. Сбоку выходим. И опять-таки в центр помещаем иголочку. Формируем более круглый носик. Достаточно. Далее. Тут мы завязываем красные кончики на узелок. И обрезаем лишние узелочки. Сейчас мы можем вставить глазки. У меня вот такие вот глазки. По бокам носика. Можно перевернуть их вот такой стороной. И дальше мы продолжаем вязать голову. Только теперь у нас будет коричневый цвет. Мы начинаем вязать шапку. Обратите внимание, что сейчас у меня петелька, то есть конец ряда у меня находится посредине детали. То есть вот от глаз и от носика это внизу под центру. Это очень важно, потому что сейчас я закончу вязать зеленой пряжей. Обрежу хвостик. Освобожу петельку. И провяжу столбик симулятором. В нашем канале есть видео, которое называется столбик симулятор. Там более подробно вы увидите, как его вязать. Итак, давайте начнем вязать шапочку. Присоединяем ниточку за заднюю полупетлю. Одна воздушная петелька. И туда же провязываем первый столбик без накида. Далее вяжем этот ряд за заднюю полупетлю. Провязали 7 столбиков без накида. Далее мы переходим на столбик, полустолбик с накидом. И провязываем его следующим образом. Первый столбик мы провязываем прибавку. Следующий столбик просто полустолбик с накидом. Далее мы повторяем прибавку. И 1 полустолбик с накидом. Такое повторение мы используем 8 раз. Провязали. И сейчас у нас осталось 7 столбиков без накида до конца этого ряда. Вот так выглядит этот ряд. Тут мы не делаем соединительный столбик. Просто мы продолжаем вязание. Вот. Провязав первый столбик, столбик без накида и продолжаем вязать по кругу. Итак, вот так деталь выглядит после того, как я связала дополнительные 6 рядов головы. И относительно туловища она достаточно крупная. Вот тельце, вот голова. Итак, так как мы сейчас находимся на 38 столбиках, то 13 ряд мы в начале и в конце ряда провязываем по 1 столбику без накида. И дальше мы делаем повторы из 4 столбика с убавкой. И всего 6 раз. И в конце у нас в начале и в конце по 1 столбику. Давайте провяжем первый столбик без накида. Далее мы провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, убавка. И такое повторение мы делаем 6 раз. И в конце ряда 1 столбик без накида. Итак, в конце этого ряда мы вышли на 32 столбика без накида. И хочу показать, что я немножечко раздвинула глазки, чуть-чуть их отдалила от носика. Мне кажется, табличка смотрится более гармонично. Итак, я провязала еще 2 ряда с убавками. Смотрите, 14 и 15 ряд. Тут у нас тоже в начале и в конце ряда по 1 столбику без накида. Дальше мы идем 3 столбика, убавка, повторяем 6 раз и выходим на 26 столбиков. 15 ряд в начале и в конце ряда по 1 столбику. И мы вяжем 2 столбика, убавка, повторяем 6 раз, выходим на 20 столбиков без накида. Далее наполняем деталь наполнителем. Следующие 2 ряда мы вяжем с убавками по этому описанию, пока мы не закрываем вязание. И чуть-чуть добавляем наполнитель и отрезаем ниточку, оставляя где-то 20-25 см хвостик. Помещаем на иголочку и закрываем до конца отверстия. Далее вязание. Проходим и подтягиваем, чтобы округлить детальку. Если это требуется сделать несколько раз, то можно сделать это пару раз для формирования круглой детальки. Закрыли. И можно обрезать ниточку. Вот такая голова у нас на данный момент получилась. И давайте примерим. С помощью вот так это смотрится. Итак, ушки мы будем вязать вот такие вот треугольнички, два треугольничка по вот этому вот описанию. Тут ничего сложного нету, поэтому показывать я как это вязать не буду. Такие треугольнички должны получиться. Вот вам описание. Дальше рога состоят из двух деталек. Вот такая вот деталька. Она вяжется по вот этому вот описанию. Тоже ничего сложного нету. И вот такая вот маленькая деталька вяжется по вот этому вот описанию. Давайте с вами свяжем вместе вот эту вот деталь. Вязать я буду крючком 2.75 и вот такой вот кремово-бежевой пряжей. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем колечком. Далее провязываем второй ряд. Прибавка в каждый столбик. В каждый столбик по прибавочке. Сейчас у нас вокруг детальки 12 столбиков. И теперь мы вяжем 3 ряда просто по 12 столбиков. С третьего под пятый ряд. Провязали. Всего у нас получается 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой ряд. Мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И дальше мы делаем 3 убавки. Невидимые убавки за переднюю полупетлю по 2 столбика. Раз убавка. Вторая убавка. Третья убавка. И провязываем еще 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. В конце этого ряда у нас получается 9 столбиков без накида. Сейчас мы можем добавить чуть-чуть наполнителя. И далее мы провязываем с 7 по 10 ряд. Всего 4 ряда по 9 столбиков без накида. И чуть-чуть еще наполняем синтепон. И получается вот такая вот деталька. Вторую детальку вязать совершенно легко, поэтому я ее показывать не буду. Я ее тоже наполняем наполнителем. Обрезаем хвостики. Оставляем по 25 сантиметров длины для сшивания. Итак, вот эта ручка. И мы будем ее вязать по вот этому вот описанию. Обратите внимание, что во втором ряду мы вяжем за заднюю полупетлю. Все остальное, я думаю, понятно. Это означает убавки. Давайте свяжем вместе. Итак, в кольцо амигуруми провязали 6 столбиков без накида. Вяжу я крючком 2.75. Второй ряд я вяжу за заднюю полупетлю. 6 столбиков без накида по кругу. Далее, следующие два ряда мы вяжем по 6 столбиков без накида, захватывая за обе полупетли, как обычно вяжем. Мы провязали уже 4 ряда. И сейчас мы вяжем пятый ряд и мы убавляем, делаем убавку в начале, невидимая убавка за 2 полупетли передние. Далее провязываем 1 столбик без накида. Далее делаем еще одну бабочку. Далее 1 столбик без накида. Завершаем этот ряд с 4 столбиками без накида и далее мы провязываем по 4 столбика всего 3 ряда или то количество рядов, которое вам нужно для того, чтобы ручка была той длины, которую вы хотите. Видите, можно подлиннее, можно покороче, еще зависит от того, куда вы хотите ее пришить, к началу туловища или чуть пониже. То есть можно ручку удлинить или укоротить, как вы считаете нужным. Итак, давайте приступим к сборке игрушки. У нас сейчас есть ушки, есть детальки рожек, ручки, туловище и голова. Пришиваем маленькую деталь к большой детали вот таким вот образом. Чуть-чуть рожки выгибаем вот так, чтобы эта часть смотрела чуть выше, то есть не прямо, а именно чуть выше, более округленная деталька. Напоминаю, что все детальки, вот как ушки, как рожки, вот эта деталь, как туловище завершаем столбиком-симулятором. У нас на канале есть видео, как делать столбик-симулятор. Очень полезное видео, я очень часто его использую при вязании игрушек и вам очень советую его посмотреть. Загибаем вот эту часть ушка вот таким вот образом и пришиваем. Ушко готово. Таким же образом делаем второе ушко. Обратите внимание, что если первое ушко мы загибаем с той стороны, откуда выводится ниточка, второе ушко мы загибаем с другой стороны. То есть у нас нитка сейчас тут, мы ее поднимаем наверх и пришиваем. Вот так вот первое и второе ушко. Примеряем и закалываем булавочкой. Перед тем, как начинать сшивать детальки, я примеряю все детальки и закалываю булавочкой, чтобы приблизительно видеть где что будет, чтобы понять в каких местах я что пришиваю и где хорошо и гармонично смотрится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кончики после пришивания деталей, например, брошек я вывожу вниз и между собой я их завязываю. То есть я не делаю узелки на самой детальке, а вывожу нитку ниже, в том месте, где у меня будет пришиваться туловище. И завязала на узелок и сейчас спрячу эти ниточки в вязание и обрежу лишнюю длину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как я пришила ушки и вывела оставшиеся нитки вниз, завязала на узелок, сейчас я хочу сделать небольшие утяжки на лице, это в принципе не обязательно, но мне кажется, если утянуть немножечко вот так вот в этих местах глазок, будет более симпатично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завязала нитки и спрятала их. Вот так получилась мордочка с утяжкой, мне кажется, это делать необязательно, но если вам тоже нравится, когда глазки сидят чуть более внутри, то вы можете сделать такую вот небольшую утяжку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ручки пришиваем на втором ряду от конца вязания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА